МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ведущей Светланы Никифоровой. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Кто же у нас гость сегодня? У нас гость, очаровательный мужчина, известный в Твери. Это генеральный директор компании ОСИДИМЕДИКА, официальный дилер в России медицинской техники АМРОН, Александр Волконский. Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим, конечно же, о здоровье, а также о техническом прогрессе во имя здоровья и именно так звучит наша тема дня, о том, как техника помогает нам быть здоровыми в профилактике заболеваний, в лечении заболеваний. Все это обсудим мы сегодня с Александром Волконским. Я думаю, все уже наслышаны, как и медработники, медики, так и просто пользователи, что практически в любой аптеке есть техника ОМРОН. И если кто-то из наших родственников вынужден регулярно измерять кровяное давление, либо свой вес, не обходятся люди без техники, в частности, тонометров ОМРОН. Скажите, Александр, действительно ли компания ОМРОН – это лидер в производстве медицинского оборудования на нашем рынке? Ну, в данном случае, как сказать, можно сказать просто «да» и на этом закончить, но так как мы все-таки на радиопередаче, мы должны более расширенно подойти к этому вопросу. Подойдем. А подойдем обязательно. А потому мы говорим о том, что да, мы однозначно лидеры, и это говорим не мы, потому что не только потому, что нам так хочется, а, соответственно, именно из-за того, что существует исследование, в данном случае, независимых компаний, которые производят эти исследования уже ежегодно, вот, эти независимые компании приводят свою, так сказать, статистику, и именно согласно которой мы можем уже говорить о том, что начиная с 2013 года, в принципе, мы являемся лидерами именно на рынке тонометров и небулайзеров торговой марки ОМРОН. Вот, так что в данном случае это не только потому, что нам так хочется, а это факт, уже подтвержденный независимой экспертизой, которая именно об этом и говорит. Вот, так что да, однозначно. То есть у продукции компании ОМРОН, очевидно, есть какие-то конкурентные преимущества, которые позволили стать лидером на рынке? Ну, конкурентные преимущества, конечно, есть, в данном случае, если брать первоначально, то заглядывать в историю всего этого. Мы говорим о том, что сама компания ОМРОН существует еще с 20 века, с 1933 года. Вот, она работает, и в данном случае сама компания ОМРОН, это непосредственно транснациональная корпорация, большая очень, и честно скажу, что если брать всю структуру работы, то компания сама работает, производит специальные программные продукты и непосредственно микропроцессы, и все остальное для, в том числе, различных производств. Мы, как говорим, всегда рассказываем, вы сталкиваетесь, это непосредственно, либо это турникет и метро, это в поседневной жизни, но, если говорить более ближе в Твери, это, соответственно, продукции компании ОМРОН, именно микропрочипами и всем остальным, снабжено наше подразделение, так сказать, завод Кока-Кола, который у нас находится по разливу продукции. Вот, и, скажем так, порядка 25% от всего этого производства, это занимает именно продукция медицинского назначения. Вот, если брать, опять же, историю, то медицинский, первый медицинский продукт был произведен компанией ОМРОН в 63-м году, в 74-м году появился первый тонометр, вот, и в 91-м году уже появился первый электронный тонометр, который оснащен искусственным интеллектом. То есть, в данном случае, вот такая вот, скажем, линейка, именно компания ОМРОН, и в данном случае, вот, уже об этом, и мы говорим постоянно, рассказывая о том, что это серьезная все-таки продукция, а не, как говорят, погулять вышли. Интересно, а что нам скажут слушатели, которые уже звонят в студию по телефону 3190? Напоминаем, с удовольствием наш номер. Алло, здравствуйте, кто на связи? Добрый день, меня зовут Александр, да, из Москвы звоню, да, я хочу сказать, что действительно сам там обнаруживаю все время там более-более новые такие аппараты медицинские, то есть даже возникает ощущение, что их долгое время как бы держали, ну, так, под спотом, в секрете, да, вот, и так вот стали массово выпускать, то есть это даже вот и хорошо, ну, то есть плохо то, что, ну, долгое время не показывали, а хорошо то, что они есть. Их скрывали, Александр? Да, 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 да. Ну, скажем так, ну, по некоторым причинам, то есть, да. Сейчас мы спросим у нашего гостя, а вы сами пользуетесь аппаратами ОМРОН? Да, ОМРОН? Да. Приходилось? А, ну, там еще измерять давление, да, вот там пульс, да. Да, да, да. Ну, там не только пульс, много всяких разных аппаратов, показателей для... И Александр, мы спросим, да, об этом? Пользуюсь, да. А как давно вы пользуетесь именно этим, именно этой фирмой? Ну, я могу сказать, что где-то лет 5, да, там 6 уже точно. Ну, то есть, получается, что это уже лет 5-6 назад из тени вышло, и ОМРОН появился у нас в стране. Или это раньше появилось, как вы думаете? Так, ну, вот не знаю, честно, просто в то время он у меня уже был. Когда, ну, то есть, первый раз, когда я использовал, то именно где-то 5-6 лет назад. Спасибо, Александр, за звонок. Вот такая интересная история. У наших слушателей такое мнение, что об этом никто не знал. Да, и это совсем недавно, появилось 5-6 лет назад. В данном случае давайте зайдем с другой стороны. К продукции компании, в том числе и к нашей продукции, компании ОМРОН, если мы говорим про тонометры, человек начинает обращаться только когда у него начинаются проблемы со здоровьем. Потому что когда молодой, красивый, сильный, да кому нужно, в принципе, что-то такое, продукция какая-то, мы думаем о том, что мы жить будем вечно. Ну, если там будем здоровыми, в любом, да, в любом. Ну, в принципе, если брать именно по ОМРОНу, наше, у нас, скажем так, головное предприятие, это компания, комплект сервис, которая находится в Москве, появилась в 93-м году на рынке. И именно тогда, соответственно, вот в России появился ОМРОН. И на данный момент можно с гордостью говорить о том, что у нас более 80 представителей по всей России. Вот, мы одной из них. И на данный момент, опять же, с гордостью можно сказать о том, что, беря продукцию ОМРОН, ни у кого даже вот из наших любимых конкурентов, которые мы однозначно любим, спасибо им большое, что они есть, потому что они нам спать не дают. Вот. В данном случае, ни у кого из конкурентов такого большого количества сервисных центров, в принципе, нет. То есть, если у вас есть продукция компании ОМРОН, и все равно, где вы ее купили в России, в любом крупном городе, вы можете взять свой тонометр, либо небулайзер, либо там термометр, либо шагомер, там жиромер и все остальное, и прийти в любую из этих, так сказать, наших подразделений, которые имеют сервисный центр, вам в любом сервисном центре бесплатно, соответственно, проверят, помогут, подскажут, либо направят, все вопросы с вами решат. Так что в этом отношении можно с гордостью ударить себя в грудь и сказать, что вот такие мы крутые. И даже в других странах мира можно пользоваться. Ну да, в данном случае мы говорим, да, если брать в общем и целом, то, соответственно, это 110 стран мира, вот в данном случае в 2017 году, если я ошибаюсь, 200 миллионов было продано только тонометров по миру соответственно компанией Амрон. Но получается, что у нас в Твери также можно прийти в сервисный центр и сделать какие-то замены, может быть, или ремонт. Возможно ли это? Ну, вы знаете, в данном случае тоже с гордостью можно сказать, вот сказали, какие конкурентные преимущества. Я всегда говорю, что в этом отношении по конкурентному преимуществу вот у нас очень хорошо. Если вы придете к нам в сервисный центр, мы не знаем, когда вы придете. Я говорю всегда, придите к нам в сервисы, посмотрите. А куда к вам прийти? От Чайковского 23, мы находимся в центре, это территория бывшей макаронной фабрики, вы вот приходите. Мы не знаем, что вы придете, а потому, соответственно, можно говорить о том, что вы пришли внезапно. И мы говорим, вот посмотрите на наш сервисный центр. Мы не ремонтируем приборы, потому что они, честно говоря, не ломаются. 99% обращений, в принципе, в общем и целом, происходит только одно, почему у меня давление не 120 на 80, давление, а потом пошла к соседке на два этажа сверху, и там давление показалось совершенно другое. Ну, соответственно, ваш прибор врет, а вот соседке на два этажа сверху прибор просто волшебный. И в чем же ответ правильный? Ведь давление может меняться от часа к часу, Вот, святые слова, в данном случае, давайте тогда рекомендации Минздрава России, давление мерится в спокойной обстановке три раза с интервалом две минуты, и среднее из трех измерений это то давление, которое есть у человека. Разница между вторым и третьим измерением может быть до 40 миллиметров. Вот, в принципе, вот так вот. Ну, еще нужно учитывать физическую нагрузку, была она или нет. Да, да, да. Нет, мерится однозначно в спокойной обстановке, как я и сказал. То есть надо перед этим посидеть пять минут, если выходить в туалет, надо сходить в туалет, потому что любые факторы, в том числе разговорные и все остальное, однозначно влияют на человека, вот, и у него давление, соответственно, повышается либо понижается. Так что однозначно надо все делать очень правильно, чтобы получить именно точные цифры давления. Сейчас прервемся на рекламную паузу, а потом продолжим говорить о здоровье и медтехнике. Пятничный прямой эфир. Добрый день всем. У нас сегодня разговор о здоровье, о медицине и о медицинской технике, без которой в наше время ну, со здоровьем может быть и сложно, чтобы его контролировать и знать, как оно у вас. У нас есть телефонный номер для ваших звоночков и вопросов 300-190. И есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Кто-то дозвонился, но, видимо, связь подвела. Ждем снова звоночек. Если не получилось, перезвоните нам еще разок. 300-190. Я представлю с удовольствием мою соведущую Светлана Никифорова. Меня зовут Татьяна Ларина и гость Александр Волконский, гендиректор ООО СС Медика Тверь, официальный дилер медицинской техники Амрон. Ну, Александр. Продолжаю наш разговор и рассказываю о преимуществах, которые первоначально были. Вопрос был о том, какие преимущества. Он-то и рассказал про сервис, что у нас фактически приборы, честно говоря, не ломаются. Это вызывает гордость. И про сервисный центр. А про сами приборы, про те же самые тонометры. Мы говорим о том, что это однозначно такая функция интеллисенс. То есть, на самом деле, наши тонометры измеряют давление в два раза. В процессе накачивания, в процессе стравливания. Тем самым, получается, что прибор накачивает ровно столько давления, сколько у человека, плюс 30 миллиметров сверху. Это для чего делается? Для того, что если у человека давление 100, то прибор накачивает всего на всего 130. А если давление человека 200, то прибор накачивает порядка 230. То есть, для комфортного, максимально комфортного измерения давления. Плюс, соответственно, можно рассказать о том, что где-то год назад произошло обновление все линейки. И на данный момент даже не без гордости можно сказать, что у нас самые совершенные на рынке по внутренней начинке именно приборы выше. Говоря о том, что само производство находится, это японское производство, однозначно из японских составляющих, это японские все, в том числе и процессоры. Само производство находится на японских фабриках, однозначно в Китае. Но это ни о чем не говорит, потому что вся полностью линия японская и контроль японский. Но я говорю, в данном случае мы всегда можем сказать, что посмотрите, брака не существует. Это Япония, фабрики США, это Вьетнам. На данный момент что не выпускается в Китае? Все выпускается в Китае. Давно уже Япония. Даже подумать о том, что если бы в Японии делался этот аппарат, мы знаем прекрасно, что наши люди не так богаты в данном случае. И потому им надо что-то подешевле. А потому в японский аппарат, если бы они производились в Японии или в Европе, зная сколько платят зарплаты в Японии и в Европе, можно сказать, что они стоили почти как крыло от самолета. Так что здесь, конечно, мы и наши, соответственно, и Амрон, и наш комплект сервис стремится непосредственно, чтобы человеку было комфортно. Там, как говорят, Амрон, здоровье в каждый дом. А потому, все-таки приближаясь к человеку, мы говорим о том, что приборы должны быть наиболее доступны для покупки непосредственно в аптеках. Ну и дальше продолжая еще буквально два слова о преимуществах тонометров. Это тонометры. Можно измерять в том числе давление и маленькой манжеты. То есть, не только для взрослых, но и, скажем так, для молодых, и в том числе и для детей. И говорим о том, что у нас еще дополнительно есть манжеты и приборы, которые клини... Кстати, да, все приборы клинически апробированы. То есть, в данном случае эти приборы являются медицинской техникой. Вот это очень важно, потому что клиническая апробация – это многое. И в том числе имеют сертификаты и Европы, и США. Получены сертификаты на тонометры. То есть, это клинически апробированы медицинской техникой. И в том числе у нас клинические апробации. Один из приборов М3 комфорт прошел, который можно измерять давление беременным женщинам. То есть, в принципе, это нет ни у кого. И, соответственно, к нему еще добавляются манжеты, которые, в принципе, все равно, как одевать. Можно вертеть по-любому, но манжеты, тем не менее, так сделаны и устроены, что прибор будет показывать давление правильно. Вот, в принципе, вот так вот, голубым по Европе, мы прошли некоторые функции. То есть, получается, что с такой нанотехнологией, которая прошла, ну, скажем, улучшение, да, в том году может пользоваться любой человек, я имею в виду возрастной. То есть, это никаких затруднений не выявит у этого человека. То есть, ему несложно этим пользоваться. Вот расскажите, как для пожилого человека, то есть, вот если он решил приобрести ваш аппарат, один из линейки, представленный фирмой Амрон, он будет себя уверенно, комфортно чувствовать? Или он разберется с рекомендациями, с, скажем, техникой самой? Или как-то это повлияет на его здоровье? Ну, в данном случае, наоборот, здоровье, мы говорим о том, что, как вот всегда, читая интернет, сейчас же это очень сильно спасет, но о чем, вот такой-то под спойлер, я спойлер пущу, красиво выражусь, вот, о чем сожалеют люди при смерти, как говорят, вот первое, да, 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 первое, как пишут, о чем они сожалеют, что они работали не на любимой работе, второе, что они жили не с любимым человеком, третье, они не контролировали свое здоровье, ну, и четвертое, они не поездили по миру, не успели. Вот, в данном случае мы говорим о контроле здоровья, и да, наши приборы именно очень удобны тем, что, в принципе, главное надеть манжету и нажать на кнопку, все остальное прибор сделает сам. При том, при всем, здесь именно за счет своих функций, которые дополнительно в этих приборах присутствуют, это будет максимально удобно, комфортно, и именно для пожилых людей. И говоря о том же, можно же отметить то, что, например, те же самые наши запястные приборы, очень сейчас мы уже который год боремся с мнением, что запястные приборы якобы не рекомендованы для пожилых людей. Все это не по... У нас приборы, именно клинические апробации имеют, что запястные приборы рекомендованы для пожилых людей, а особенно это важно для тех людей, у которых сахарный диабет и огромные руки, то есть диаметр их руки больше, чем почти 50-60, как по мере давления. Очень большая проблема, на самом деле. И здесь мы говорим о том, что берите наши запястные тонометры, которые имеют клиническую апробацию для пожилых людей, и, соответственно, совершенно спокойно меряйте давление, и оно покажет правильное давление. Единственное, что, конечно, запястные тонометры надо именно правильно держать руку, либо на уровне сердца, либо если человеку совсем плохо, то, соответственно, человек просто ложится на кровать в горизонтальном положении, там уже все равно, где рука будет находиться, руку положили рядом, нажали на кнопку, прибор померяет давление и померяет его правильно. Притом, при всем еще и в запястных тонометрах используются декомпрессионные методы, то есть они фактически в два раза быстрее, чем на предплечье меряют давление. Так что здесь очень удобно. А за счет еще функции интеллисенс и всего остального, то есть, в принципе, это получается быстро, комфортно и удобно. Вот так универсальная продукция OMRON для любого возраста. Насколько мы знаем, возрастные заболевания, этот термин, можно сказать, уходит в прошлое. Все чаще, к сожалению, у молодых людей встречаются инсульты, а люди в возрасте могут долгое время оставаться молодыми и здоровыми, если свое здоровье контролирует. Как это делать при помощи техники OMRON, как это жизненно необходимо, мы продолжим после небольшой музыкальной паузы с Александром Волконским. Привет всех с пятницей, всем здоровья. Сегодня желаем мы, я Татьяна Ларина, Светлана Никифорова и Александр Волконский, гендиректор СС Медика Тверь. Говорим мы сегодня о медицинской технике OMRON, о том, как она работает, почему все так любят пользоваться ей по всему миру и в частности в городе Твери. Говорим о заболеваниях. Что за заболевания, Александр, с которыми помогает бороться и профилактировать продукцию OMRON? Кому нужна эта техника? Кто потребитель ее? Давайте так, в данном случае мы говорим о том, что потребитель ее может быть в принципе любой человек, начиная, скажем так, с 10-15 летнего возраста, хотя в данном случае, если уж так расширено, у нас просто две продукции на самом деле. OMRON, это продукция первая, и вторая еще мы представляем на рынке продукции СС Медик. Если говорить по продукции СС Медик, то это уже самых маленьких, в данном случае эта продукция у нас есть и проезыватели, и зубные щетки, которые очень хорошо светятся, в данном случае для самых-самых маленьких с трех лет можно использовать. А детям это нравится? А получается это разные компании? Или это одна из другой? Это разные компании. Это разные компании, но в данном случае здесь у нас пул компании, то есть одна это OMRON, вторая это СС Медика. И говорят, что для маленьких это и проезыватели, и, соответственно, зубные щетки, которые светятся, которые очень нравятся. Это те же самые стерилизаторы, это подогреватель лидерского питания, очень красиво сделаны, они самые главноцветовые гаммы, очень прекрасные. Это те же самые, так сказать, и инфракрасные термометры, у меня специальный красрояль в кустах. Вот его берешь, просто нажимаешь на кнопку, подносишь к собственному лбу, он может мало того, что еще с подсветкой, он еще меряет, так сказать, вот так вот, раз и все. И готово, у меня уже 37 и одна, здесь на данном случае несколько жарковато, но тем не менее. Вот, и еще можно, мало того, что еще можно и температуру стола померить, это уже совсем страшное дело. Вау, и температура стала всего 22,5. То есть получается здесь можно использовать для любого возраста. Так как две компании, они, можно сказать, разные, но они заведуют одним и тем же, здоровьем человека. То есть по-любому, тем же измерителем температуры может воспользоваться ребенок, самый маленький, который может держать ручки. А скажите, именно понятно, что когда человек заболевает, он только тогда начинает обращаться к каким-то приборам, медикам и все остальное. А что бы вы посоветовали молодежи, скажем, нашей? Я понимаю, что они сейчас скажут, что это еще не время, и мы еще не болеем. Как? Может быть, это совмещение вместе с физической нагрузкой? Может быть, это какое-то питание? Может быть, это еще что-то? Что такое, чтобы избежать? Вот что советует вообще компания «Амбон»? Как быть молодежи в нашем время. Как быть молодежи, да. И нужны ли молодежи именно вот то оборудование, которое как бы есть в ваших компаниях? Ну, давайте так, мы любимую тему называем. Слово. Ваши господства, вы все желали. Я просто очень люблю, и мне всегда интересно. Святое дело. Ну, как же мы про ЗОЖ не поговорим? Не, ну, на самом деле, давайте реально смотреть на вещи. На данный момент наше государство всячески транслирует и говорит о том, что людям с самого раннего, так сказать, уже детства надо однозначно следить своим здоровьем, потому что давайте реально смотреть на вещи. Я тоже живу в Твери и тоже прекрасно понимаю, чего сколько стоит. И сходить к тому же самому зубному врачу и заплатить достаточно значительные деньги. Хотя, конечно, у нас есть и бесплатные клиники, но тем не менее. Лучше просто взять обычную щетку СС, почистить себе зуб, при том, при всем у нас два вида щетки. Звуковые и, соответственно, ротационные. И так, и так. То есть дешевый ценовой сегмент там 600 рублей. А чем они отличаются? Расскажите. В данном случае звуковые это щетки, они вибрают за счет звука. То есть у них, значит, вибрация идет по порядку от 28 до 33 колебаний в минуту. Ну, единственное, для детей, которые светящиеся там 16. Ну, потому что это детские зубы. Они лучше счищают, очищают, камень убирают. Они в три раза лучше счищают, чем обычные зубные щетки. И, кроме всего прочего, еще массируют десна. В четыре раза крепче десна получается. Так что это однозначно намного удобнее. Что самое главное, намного профилактика лучше, чем нежели мы обычной зубной щеткой возюкаем по нашим зубам. То есть, получается, приобретя вашу щетку, человек, семья экономят достаточно приличный бюджет семейный. Это точно. А сколько примерно стоят ваши щетки? Ну, вот я как и сказал, что самые дешевые ротационные зубные щетки стоят порядка где-то около 600 рублей. Это уже в аптеке. И, соответственно, мы говорим, если среднюю зубную щетку убрать, это 262, это порядка где-то около 1400-1500. И долго ей можно пользоваться после покупки? Самое главное, что это... Вот тоже про зубные щетки, можно сказать, самое классное. Вот можно выпендриться вот до конца. В данном случае, ни одна компания, пусть даже самые навороченные бренды, про которых я сейчас не буду говорить, которые, в принципе, продаются у нас в аптеках, не имеют сервисных центров. А у нас 8 по всей России. И зубные щетки можно тоже... Тоже отремонтировать. И тоже... Ну, не ремонтировать, но в данном случае получить консультацию. А так сами зубные щетки можно пользоваться, как обычной зубной щеткой, через 3 месяца менять насадки, но насадки просто стоят тоже порядка где-то 250 рублей. Александр, вы знаете, вы так сейчас так вкусно разговариваете, говорите, рассказываете, что прям мне сейчас захотелось встать и идти уже за зубной щеткой. И прописать зубы уже. Потому что, ну, как-то, опять же, зубы – это показатель здоровья человека. И если мы не следим за полостью рта правильно, вовремя, мы, конечно, можем их вылечить, как вы сказали, да, мы можем ходить к зубному врачу, технику, но, тем не менее, если у нас нездоровы зубы, у нас нездоровая вся пищеварительная система, которая влияет на весь организм в целом. То есть, я говорю, мне прям захотелось прям бежать за вашей зубной щеткой. Еще раз повторите, куда бежать? И со скольки, на скольки вы работаете? В данном случае мы можем говорить о том, что, в принципе, вся наша продукция представлена во всех аптеках города Твери. Ну, пожалуйста, то же самое, аптека низких цен, то же самое, сияние, да, не будут они на меня в обиде, то, что я представляю, так сказать, их торговые марки. 36,6, здоровье, то же самое, пожалуйста, те же самые и аптеки, и Ригла, та же самая аптека, и то же самое планета здоровья. Вот, пожалуйста, любую, в принципе, аптеку. То есть, очень большой спектр аптек. Большой спектр, во всех аптеках они продаются, но, что самое главное, вы в любой момент можете обратиться к нам с любым опросом в сервисном центре, который находится, Чайковского, 23. Со скольки до скольки? С 9 утра до 6 вечера, суббота, скресенья, выходной, сейчас, субботник, суббота, скресенья. Давайте еще 10 раз это повторим, как в любой рекламе. Супер, мне это нравится. Нет, мы вернемся опять же к теме ЗОЖ. Получается, что про зубы мы уже поговорили. А давление, например, должен ли мерить молодой человек или там девушка? Ну, в данном случае, давайте говорить о том, что любой человек, который занимается в любом спортивном клубе, однозначно должен следить за своими здоровьем, особенно за давлением. Вы сами это прекрасно понимаете. Вот. И здесь вот я говорю, что однозначно можно смотреть много тех же самых видеороликов. И здесь вот запястный тонометр имеется с собой, чтобы померить давление, потому что понятно, что мы хотим ударно, так сказать, за один раз расколбаситься. Вот. Однозначно там, мы думаем, что бетухи у нас сразу же вырастут агромедные. На самом деле ничего этого не будет. Но вот как раз следить за своим давлением, и это важно, потому что можно перетренироваться и потом просто-напросто упасть. А вы прекрасно понимаете, что профилактика любого заболевания, это гораздо дешевле, чем лечить само заболевание. А в нашем случае это с нашей медициной, со всем остальным, пускай она будет замечательной всегда, это очень дорого. Это очень дорого. А потому профилактика, профилактика, еще раз профилактика, в любом случае, это и зубы, это темно-зубные щетки и те же самые ирригаторы. Это и давление, это и легкие, те же самые наши небулайзеры, так сказать. То есть в данном случае однозначно профилактика. И ЗОЖ об этом говорит. Шагомеры. Шагомеры, понимаете, шагомеры в большей степени, сейчас во многих телефонах есть шагомеры, и мы говорим, что шагомеры, по-хорошему у нас они есть, это пинок для всех тех, кто не хочет двигаться, потому что однозначно 10 тысяч шагов в день надо делать. По одной простой причине, это способствует профилактика ожирения, профилактика давления, так сказать, при том, при всем, вы все прекрасно понимаете. Плохое питание, сидящий образ жизни, это приводит к одному. Это приводит первоначально к ожирению, потом, соответственно, приводит к сахарному диабету, в данном случае сахарный диабет это, считайте, уже все очень тяжело. И он все чаще и чаще встречается в нашем докторской области. И, соответственно, инсульты и инфаркты, что мы с вами говорили. А в данном случае, вы понимаете прекрасно, если у вас лицо перекосило, у вас инсульт, из этого выкарабкаться очень тяжело в данном случае. Это будут и большие затраты времени, и большие затраты финансовые. Да и вы прекрасно понимаете, кому, я никого не oatmeal в основе, не хочу никого обидеть, но прекрасно Поймите, что когда человек лежащий, с ним очень тяжело. Представьте, какая нагрузка на семью, какая психологическая нагрузка. Так что, однозначно, профилактика это все гораздо даст тот эффект желания. Лучше померить один раз давление. Лучше давайте говорить о том, что с уже молодого возраста надо ходить раз в год. Пусть раз в год просто. Сдайте анализы. Основные анализы, при том, при всем, все наши те же самые лаборатории постоянно предлагают те или иные сервисы, либо те или иные акции, чтобы вы сдали вот эти основные анализы. И, соответственно, на основании этого вы будете следить за своим здоровьем, и вы будете проводить профилактику. Но зато вы доживете до 80-90 лет, и в данном случае будете счастливы, а не в 50-45 лет будете влачить жалкость вставания, еле передвигая ноги, работая на таблетки, и света белого не видеть. Потому что прекрасно понятно, что если у тебя что-то болит, никому не нужно и поездки, и радостью жизни будет одно – выжить. И это очень тяжело и психологически. И я говорю, что если наплевать вам на самих, подумайте о своих родных, которые помогают вам. Это крайне тяжело, крайне некомфортно. Так что в данном случае этим надо заниматься. То есть по-любому гиподинамичный образ жизни, который сейчас у нас идет, очень большая информационная система. И еще раз повторим, что молодежи нужно обратить внимание уже сейчас на свое здоровье, и задуматься о своей старости. Не думать о том, что это так далеко, время бежит так быстро, что в принципе не успеем оглянуться. И чтобы не обращаться к таблеткам, лучше вовремя померить свое давление и сделать это все правильно. Давайте красиво говорить, это инвестиции в свою старость. И инвестиции, вложив сейчас то же самое копейку в то же самое измерение давления, либо, соответственно, в сдачу анализов, вы получите однозначно на выходе в конце своей жизни тот самый волшебный рубль, который, в принципе, вам сэкономит и даст прожить еще несколько счастливых лет. Ну, как сейчас говорит так красиво, вот копите на пенсию с самого раннего детства. Понятно, что это правильно, с другой стороны, потому что наше дорогое государство, как бы оно, так сказать, не старалось нам помогать, особенно с пенсионным фондом, и, так сказать, мы это прекрасно знаем, как пенсионный фонд у нас работает, счастье, это радость наша. А потому однозначно надо задумываться самим. И вложив в то же самое копейку, именно, я говорю, образно, в то же самое, под проценты своего здоровья, вы потом получите огромный рубль в конце жизни, и вы будете более здоровы, счастливы, не носить очки, ездить по миру. Потому что, я говорю, всегда я восхищаюсь европейцами, которые, ты говоришь, увидишь бабушку, или там, вот, проезжаешь по Европе, а там целый автобус бабушек и дедушек, которые счастливые, радостные, выходят с автобуса и пошли. Я понимаю, что у нас денег нет, я понимаю, что у нас в жизни гораздо тяжелее все. Ну, все равно двигательная активность, все равно можно, да, даже просто выйти погулять на свежем воздухе, со своей семьей, да, пообщаться. Опять же, это никто не заставляет кого-то бежать в какой-то дорогостоящий зал и что-то. А расскажите сами, Александр, вы занимаетесь физической активностью? Я понимаю, что вы в такой здоровой компании работаете, но как вы следите за своим здоровьем? Что посоветуете? Честно скажу, что я почти сапожник без сапог, но тем не менее спортивный зал я периодически хожу. Но это же не обязательно сходить в зал, это же можно заниматься физической активностью и на природе. Давайте говорить о том, что самая простая физическая активность, дайте себе тот самый волшебный пинок под зад, и возьмите, просто выйдите и пройдите 10 тысяч шагов. 10 тысяч шагов – это примерно, ну, скажем так, час ходьбы. Обычной ходьбы, особенно сейчас, когда хорошо, когда еще, так сказать, и ранняя осень, золотая, можно прогуляться по парку и все остальное. С удовольствием пройти. Да, получив 10 тысяч шагов, и те же самые пройдя, и надышавшись тем волшебным кислородом, который вокруг нас. Почему? Выезжая за город и в деревню, вы гораздо лучше себя, так сказать, чувствуете. Потому что именно за счет этого вы насыщаетесь кислородом, и те же самые болезни легких, которые мы тоже там говорим, я вот так задам. Что это такое за приборчик? Вау, это вот он тихо работает, это тот же самый небулайзер. То есть мы говорим о том, что у нас еще небулайзер. Вот, и вот он бесшумный абсолютно. Там вода? Ну, сейчас вода, но в принципе это любое лекарство. Он хорош тем, что он бесшумный, компактный и удобный. Правда, конечно, не дешевый. Но, тем не менее, используя тот же самый небулайзер потом, чтобы лечить свои легкие, вот, это гораздо тяжелее. Это все затрата, уж и говоря о том, что сейчас лекарства все какие дорогие. Так вот, пройдя 10 тысяч шагов, просто пройдя их, хорошо пусть не каждый день, хотя бы 5 тысяч шагов, но хотя бы их проходя, вы будете получать тот заряд, который в принципе в дальнейшем, опять же, сохранит здоровье. Ну, а я, со своей стороны, честно скажу, сейчас посыплю голову песком. Последний год я достаточно сильно филоню. Вот, и в зал, так сказать, хожу редко. До этого ходил в зал я там несколько лет, слава богу. Вот, но, тем не менее, честно скажу, что я прекрасно понимаю, встречаясь с людьми, особенно работая с пожилыми людьми и со всеми остальными, что здоровье в данном случае не купишь. И в виде человека, который приходит с грустными глазами, говорит о том, что у меня уж, извините, стенокардия и все остальное, ты понимаешь, что, блин, лучше бы я, может быть, в 45-35 лет бы еще бы маленечко подвигался, но зато я в 60-70 буду, вот не буду таким выглядеть. Я не хочу никого обидеть, но, поверьте, это очень тяжело видеть людей, которые вот именно уже с болезнями, с сшитыми какими-то кардиостимуляторами. Ну, у которых не такой еще большой возраст, но, тем не менее, уже. Они уже где-то прозевались. Вы говорите о том, давайте, что честно и открыто, что сейчас именно и сахарный диабет, и все вот инсульты, инфаркты, они молодеют. Именно из-за того, что мы благополучно смотря, так сказать, прекрасные сериалы, те же самые западные, мы начинаем кушать фастфуд красиво и хорошо. И вот это все, мы поедаем это, мы огромные, уже в 25-22 года имеем вес, который там за 100-120 килограмм. Конечно, я понимаю, что газировка кока-колы, это, наверное, вкусно. Ну, в принципе, вот, и фастфуд, там те же самые, киевские, не будут рекламы. Вот, тем не менее, это все здорово и хорошо, но это очень вредно. И мы себе страшное вредно. И в 35 лет, имея в 22-25 лет вес 100 больше килограмм, в 35 лет мы будем полный развалин. А в 40, извините меня, я говорю, сахарный диабет приобретете, это уже все. Тем более, все употребление всех этих продуктов очень часто сочетается с гиподинамией. А мы должны не забывать о том, что, наоборот, движение – это жизнь. И вот это самое движение лучше всего сочетать именно с заботой о здоровье, просто профилактикой, то есть регулярно обследоваться, в том числе и мерить периодически свое давление. А как оно там у меня поживает? Действительно ли, Александр, с помощью тонометра можно даже распознать приближающийся инфаркт или инсульт? Ну, скажем так, инсульт – это в меньшей степени, а инфаркт – однозначно. То есть, следя за своим здоровьем, да, вот я говорю, всегда у нас тоже приходит большое количество пожилых людей. И один из первых вопросов, когда я задаю, а видите ли вы сегодня мне гипертоник? Потому что давайте реально смотреть на вещи, тоже рассказываю всегда такую прекрасную историю. Приходит пожилой человек, например, бабушка или дедушка, в больницу. Ну, понятно, что мы все боимся же докторов, как бы мы ни говорили, что у нас железные нервы, как канаты и все остальное, мы все равно боимся. А так или иначе, сидя в очереди, поговорив с соседями. «Ой, я чувствую себя плохо, в данном случае я таблеточку-то шарах». Приходим к врачу, врач мерит давление, говорит, чего вы к нам пришли, у вас 120 на 80, вы чего хотите-то, собственно говоря. Он говорит, вау, приходя домой, мы падаем, потому что у нас давление подскочило, нам плохо и все остальное. Так что всегда говорю в связи с этим, приходя к врачу, однозначно, к кардиологу, либо если у вас проблемы со здоровьем, проблемы с давлением, даже не проблемы, ведите в мини гипертоник. Однозначно записывайте свое давление, потому что что меряет врач в больнице, да, он может послушать, как у вас именно сердечный ритм. Он может вам единовременно измерить давление, но это не ваше давление, однозначно, это давление средней температуры по больнице. Так что здесь, однозначно, приходя, меряйте свое давление дома, приходя к врачу, показывайте мне гипертоник и говорите, вот мое давление, посмотрите, пожалуйста, Иван Иванович, и сделайте заключение, а что, собственно говоря, у меня со здоровьем. А вот все остальное, честно говоря, очень неправильно. Но опять же, Александр, давление меряется утром и вечером желательно, чтобы выявить вот эту вот сетку, да, в шкалу, потому что, опять же, мы понимаем, утром у нас может быть одно давление, а вечером совершенно другое. Или же после нервозности как бы, скажем, части. Нет, ну как раз нервозность, нет, неправильно. В данном случае мы говорим утром, это проблема утренней гипертензии. Давайте говорить о том, что когда человек встает, у него идет выброс гормонов в кровь, у человека подскакивает давление, когда больше всего людей умирает, которые проблемы со давлением. С утра. Потому что у них идет выброс в кровь андреналина и всего остального, давление подскакивает, соответственно, либо лопается сосуд, либо все, человек умирает. Так что в данном случае, если уже есть проблемы со здоровьем, однозначно давление мы меряем утром, когда мы проснулись, в данном случае хотя бы, и вечером в спокойной обстановке, однозначно, я говорю еще раз, если вы хотите в туалет, если вы покурили, давление мерить нельзя. То есть телевизор смотреть нельзя, потому что в данном случае визуально вы видите все равно эту картинку, она на вас влияет. Так что в спокойной обстановке вы это все делаете и потом, соответственно, приносите нервный гипертоний к врачу. Здоровье, оно непростое, но очень интересно. Продолжим очень скоро. У нас программа «Тема дня». У нас сегодня пятница. Настроение все лучше и лучше. Особенно, когда у нас интересные гости и удивительные слушатели наши. Они нам звонят сегодня по телефону 300-190. Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Оксана. Оксана, с чем дозвонили, с каким вопросиком? Да, я заранее приношу извинения. Слушала вас, к сожалению, не сначала. Вопрос не к Александре такого плана. У меня есть бабушка, которая 90 лет и которая, конечно же, безумно любит измерять свое давление. Но в силу того, что я прекрасно понимаю, она нарушает инструкцию, давление у нас получается 500 на 100, ну и прочие цифры, дальше паника, скорая помощь и так далее. Вопрос в следующем. Существует ли какой-то аппарат, который был бы удобен для лежачего человека, вот в данном случае 90-летней бабушки, который позволял бы максимально минимизировать вот эти погрешности? Был бы удобен. А погрешности, что вы имеете под словом погрешности в виду? Вот такие фантастические погрешности, она, скорее всего, измеряет давление, пережимает что-то где-то, ну, как я и сказала, нарушает инструкцию. Существует ли удобный аппарат, который она могла бы пользоваться самостоятельно в наше отсутствие, но получать правильные цифры, а не фантастические? То есть для очень-очень пожилого человека, чтобы вот было оптимально использовать, удобно, просто? Да, потому что она любит, она любит, да, для лежачего человека. Ну, давайте так говорить, для лежачего человека, так сказать, вот, если лежачий человек функционально, в данном случае вы говорите, что бабушка, то у вас более-менее руками-то двигать может, в принципе, в принципе, здесь мы говорим только о том, чтобы аппарат максимально, может быть, быстро мерил давление. Здесь мы говорим тогда об Амрон М6, то есть в данном случае Амрон М6, там, с двумя процессорами они, вот, и Дуачек, то есть, вот, и чем различаются, в принципе, аппараты тем, что они по времени. Более простые бейсики меряют там за где-то 12 тактов, вот, М6 меряют за 4 такта давление. Может быть, единственное, в качестве, вот, как совета, либо это, соответственно, аппарат именно М6, что он быстро меряет давление, либо приборы на запястье. Просто поймите, что, в принципе, как бы бабушка ни старалась, она все равно будет двигаться. Вы, если не сможете ее контролировать, видеть, чудеса на свете не бывает. И даже если мы инвазивно поставим, так сказать, иглу в вену и будем мерять давление именно инвазии, то есть, первоначально, что было, вот, бабушка подвигается, все равно давление будет не такое. Так что здесь максимум, что единственное, можно еще предложить в качестве альтернативы для 90-летней бабушки, хотя бы сказать ей тогда, как пожилому человеку, Марьи Ивановны, давай так, ты будешь мерить давление, соответственно, даже пускай обычным аппаратом, но сделай это пять раз. Вот, за счет этого, я понимаю, что для нее будет несколько раздражительно, но за счет этого, измерив пять раз, вот, она сможет хотя бы примерно прикинуть свое давление. Я понимаю, что это будет, опять же, тяжело. Но, кстати, вот наши дорогие аппараты те же самые, то есть, начиная уже с М3-го эксперта, они могут высчитывать средние из трех измерений. То есть, только самая волшебная рекомендация, которая средняя из трех высчитывает. Вот, так что, хотя бы три раза померить с интервалом две минуты, и все равно прибор покажет именно ей то давление, которое, в принципе, у нее есть. Максимум, что можно. Чудес на свете не бывает. Если она будет прыгать и подскакивать, любой прибор покажет ей неправильное давление. Что нас, что конкурентов. Чудо не произойдет в этом отношении. Александр, а я вот нашла такой интересный аппарат на сайте Амрон, монитор состава тела. И даже знаю, что он способен определить количество жира в организме. Действительно ли это так? И как, в отличие от обычных весов, он с этим справляется? Ну, на самом деле, классная штука, да, наши, так сказать, определители жировых отложений. Я тоже еще раз подчеркну, вот у нас красной нитью все идет через весь эфир. Мы говорим о том, что все наши, так сказать, аппараты именно клинически апробированы. То есть, это медицинская техника. Это именно, что он показывает, врач может использовать в своей практике, чтобы сделать какое-то заключение. В том числе, и, соответственно, жиромера, это медицинская техника, имеющая клиническую апробацию. А потому мы говорим о том, что тот же самый ручной аппарат, который у нас есть, там, ВФ-306, он может использоваться у нас, например, в военкоматах, чтобы определить, жирный ли призывник, либо нет. Бывает, это трудно на глаз делать. А в фитнес-центрах, в фитнес-залах используется? В фитнес-залах используется, но не так сильно, потому что, на самом деле, там достаточно весов. А так, по-хорошему, да, однозначно, наши и весы, и есть у нас еще ручной и ножной аппарат, который, в принципе, определяет и именно количество весциального жира, то есть, если вы сходите в туалет, ничего не изменится, процент не упадет. И количество мышечной массы, и рассчитывает то же самое волшебное BMI, то есть, в данном случае, коэффициент массы тела. То есть, здесь, за счет того, что токами очень малая интенсивность, то есть, за счет четырех батареек, это, кстати, тоже очень большой плюс, то есть, там никакой в розетку ставить, тыкать не надо, все 120 не долбалит. То есть, решать не нужно, эти бездетные жирные. То есть, спокойно, за счет того, что там четыре батарейки, за счет этого малого тока, который пропускается через тело, именно биоимпендантный анализ, так я скажу вообще такое волшебное слово, вот все, наверное, поняли, про что я говорю. Вот, за счет этого биоимпендантного анализа, соответственно, эти именно приборы определяют именно точно коэффициент массы тела и, соответственно, количество жировых отложений внутренних, именно на тех же самых органах. Так что в этом отношении штука классная, вот, однозначно можно применять. То есть, по-любому, при измерении жировой прослойки нужно уже еще учитывать висцеральный жир? Да, конечно. Однозначно. То есть, для наших слушателей, чтобы они поняли, что не просто жировая прослойка, но есть еще и висцеральный жир. Да. Жир на внутренних органах. Да, вот, я и хотел спросить, да, то есть, висцеральный жир – это жир на внутренних органах? На внутренних органах в данном случае. У нас сейчас небольшая рекламная пауза, затем мы продолжим беседовать с Александром Болконским, говорить как о здоровье и технике «Амрон», так и о жизни в целом. Пятница – прекрасный день, потому что мы получаем удовольствие от прямого эфира. Мы – это ведущие, я, Татьяна Ларина, Светлана Никифорова, и наш гость Александр Болконский нам признался сейчас, что тоже получает удовольствие и от прямого эфира, и от общения, и от того, что говорит о любимой продукции «Амрон», и от того, что в его жизнь врывается отпуск. Да-да-да, и скоро-скоро, да? Мы отправляем Александра в отпуск, прямо отсюда. Как мне сказали в предыдущей передаче, тоже отправили прямо отсюда и прямо в отпуск, соответственно, мы об этом тоже говорим, что в отпуск. Так как мы любим очень ЗОЖ, и знаем, что поддержание здоровья – это физическая активность, качественная, скажем, профилактика. Профилактика здоровья, да, путешествия, какие-то эмоции качественные. Так вот, так как вы сейчас отправляетесь, не будем говорить, какого именно числа, в путешествия, и мы знаем, что вы великий путешественник, расскажите нам что-нибудь интересненькое. Куда вы планируете, какие у вас есть планы на это путешествие, ну и, если возможно, с кем? Ну, в данном случае я должен... Спасибо большое за вопрос, он просто замечательный, да. Мы, как раз, про это говорим. Вот, великий путешественник, все, я прям просто возгородился. Но, тем не менее, да, мы... Я понимаю прекрасно всех, что у многих, опять же, я говорю, что и нет денег, но, тем не менее, хотя бы выйти на природу и хотя бы просто погулять по парку. Я говорю, что сейчас золотая осень, сейчас очень красиво и хорошо, так что путешествие однозначно это будет, даже пускай будет и маленькое путешествие. А вспоминая, опять же, то, что мы говорили на эфире, то, что многие умирающие именно сожалеют о том, что они не побывали где-то. Вот я, в принципе, пытаюсь хоть как-то, но в большей степени для детей, чтобы они, соответственно, побывали где-то и что-то увидели. А потому вот меня отправляют, так сказать, мои соведущие в путешествие. Спасибо им большое за это дело. Вот, и я, честно говоря, запланировал. Мы каждый год, в принципе, как-то у нас получается, что мы ездим по России. В частности, вот я на машине. Вот это здорово, на самом деле, при том, при всем надо отдать должное, что сейчас, как ни удивительно, вот представьте себе, в России стали хорошие дороги, черт пивери, особенно, которые идут на юг. А потому, в связи с этим, в прошлом году у нас получилось, что я поехал на юг непосредственно, в Грузию съездил, и посетил, кроме Грузии, еще и там уже, и мы съездили, и в... прошу прощения, и посетили и Грозный, и посетили там очень красивый, кстати, город. И в данном случае мы посетили и то же самое, поели астраханских арбузов. Вот, и в Волгоград посетили, Родина мать зовет, ну, это все красиво в данном случае. Вот, надо посещать такие места очень красиво, хорошо. И обратно заехали в Беслан, там я детям показал, то есть, и школу, особенно сейчас, вот это актуально буквально позавчера, там об этом много очень говорили по всему телевидению. Вот, но в этом году, в принципе, более уже спокойной обстановке, хочется тоже погулять, и мы в этом году собираемся поехать на машине по прекрасным дорогам, которые, опять же, у нас на юге. Вот, на самом деле, хорошие дороги. Вот, я удивился, потому что обратно ехал по навигатору, вот, именно с Беслана, с того же самого, в сторону М4 Дон, соответственно. И, вы знаете, по проселочным дорогам ехал, как неудивительно, дороги хорошие. И я вот вечером ехал, и в данном случае очень здорово. А в этом году мы, соответственно, в Еиск собираемся и посетить Крым. Потому что Крым это модно сейчас, красиво, хорошо. Притом, сейчас не сезон, а потому, соответственно, можно посетить те места красивые, которые есть, но очень за небольшую цену. Вот это и все семьей. Александр, прекрасного вам отпуска, здоровья вам, вашей семье. Чудесно отдохнуть и с новыми силами потом в рабочий ритм ворваться. И в наш эфир непременно вернуться. С удовольствием. Главное, пригласите. Мы вас ждем, и мы вам рады. Была замечательная передача, и мы много интересного сегодня узнали. Я старался, и вы тоже. Спасибо нашим слушателям. Спасибо. Александр Волконский, гендиректор ООО «СС Медика Тверь», Светлана Никифорова и я, Татьяна Ларина. Через неделю снова услышимся в пятницу. В 13 часов. Хорошего дня. Хорошего дня.